Школу номер 13 построили еще в начале 20 века. В 1918 она состоит из двух блоков. В прошлом году было принято решение о подготовке первого к капитальному ремонту. Именно там и обучали начальные классы. При подготовке к масштабным работам провели обследование фундамента. Вердикт гласил, часть здания ограничена работоспособно. Малыши там учиться не смогут. Те дети, которые занимались в этой части, они у нас будут учиться в 54-й школе. Туда будет с 1 сентября организован подвоз. И на сегодняшний день объявлены конкурсные процедуры на проведение проектных работ для проведения капитального ремонта в этой части здания. На подготовку документации отведено два месяца. После будут определены виды работ, стоимости и сроки их проведения. В ходе выездного совещания глава города Вячеслав Франк отметил, что уже сейчас необходимо разработать проектно-осметную документацию и определиться с источником финансирования. Председатель городской думы Галина Буевич добавила, что школьникам 13-й школы необходимо обеспечить безопасные и комфортные условия для обучения. Необходимо говорить о приобретении нового учебного и лабораторного оборудования, у них уже есть электронная библиотека, будем работать для того, чтобы эти школы были приведены в порядок, чтобы дети стали в стенах своей родной школы. По словам директора 13-й школы Людмилы Кузнецовой, всего в школе обучается 578 детей. 229 человек из начальных классов будут временно получать знания в 54-й. Для этого организуют подвоз учащихся в первую и во вторую смену. Ученики 5-х и 11-х классов 349 человек будут учиться в своей школе во втором блоке школьного здания. Дмитрий Дроздов, День с толком.